У всех бывают моменты, когда на дороге жизни попадаются острые гвозди. Чтобы не проколоть ноги, приходится учиться ходить прямо по ним. Иногда буквально. Мы можем не замечать, как прошел день, неделя и так далее. И вот для того, чтобы жить в состоянии, как раз вернуться к состоянию человек, будешь свои чувства, занимаешься телом, телесными какими-то практиками ищешь, в частности гвозди. Ольга уже три года помогает клиентам проговаривать свои чувства, стоя на гвоздях, чтобы лучше понять, с чем они связаны. Тебе может быть сначала больно, мы что-то порешали, подотпускали, стало полегче, я там задаю какой-нибудь вопрос и опять что-нибудь поднимается. Кто-то там не готов принять какое-то решение, кто-то не готов что-то отпустить. Бывает, что люди не встают. И бывает, кстати, что это им нужно не встать. Арт-терапевт Елена обучает сакральной геометрии. По ее мнению, рисуя, человек отключается от негативных мыслей и обретает гармонию. Кто-то ехал на автобусе в общественном транспорте, кому-то там нахамили, наступили на ногу, еще что-то. Кто-то утром поругался с мамой. Пришли, порисовали в процессе рисования, расправляются буквально плечи, хочется дышать. После пробы в эффективность метода начинают верить даже скептики. В плане рисования сакральной геометрии, я бы тоже очень скептически относился. Я такой очень долго сопротивлялся этому, говорил, да нет, но как это может работать? На самом деле, очень легче после. Еще один способ отключить голову – танцы. В Барнауле ими могут начать заниматься с нуля даже взрослые. Человек приходит в танцевальный зал, переключается на работу тела, на работу мышц, отключает голову. Это в первую очередь прекрасный способ справиться со стрессом, с любыми мыслями гнетущими. И физические нагрузки, они, это известный научный факт, вырабатывают эндорфины. Александр – инженер, мечтал о танцах всю жизнь и однажды решился. И вот уже три месяца в балете. Я вспоминаю моменты какого-то максимального жизненного успеха, когда я был ловок и молод, и подобен молодому богу. И вот через вот эти моменты, воспоминания, действительно начинаешь больше верить в себя. В группе начинающих занимается и Ольга, она бухгалтер. Ну так, когда постоянно, каждый день, допустим, бежишь, работа, там, семья, конечно, это как-то одно и то же уже это. А когда идешь, и вспоминаешь, что у тебя на танцы, что да, тогда это начинает окрылять. Танцы, рисование или даже гвозди – каждый ищет свои крылья себе по вкусу. Если ваша душа уже просится в полет, пора прислушаться. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.